привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня мы разберем один любопытный вопрос предложенный одним из наших подписчиков и этот вопрос касается работы ленточного транспортера и так пусть у нас имеется ленточный транспортер лента которого движется со скоростью в и на эту ленту подается из контейнера сыпучий материал и обозначим буквой q массовый расход этого материала стало быть размерность q это килограммы в секунду сколько его насыпается на ленту и спрашивается если пренебречь всякими потерями в подшипниках и так далее какую мощность необходимо подать на двигатель чтобы обеспечить работу транспортера с этими условиями и я представлю что эту задачу обсуждают несколько человек назову их греческими буквами альфа бета и гамма и вот первый из них альфа говорит ну посмотрите сыпучий материал по ленте движется с постоянной скоростью его масса не увеличивается не уменьшается ну а стало быть вообще никакая энергия не должна расходоваться мощность двигателя мой ответ в идеализированной ситуации она равна нулю я это так и запишу альфа сказал ноль следующим за ним будет бета альфа ты не прав посмотри у меня из контейнера падает песок ну или зерно чтобы тут не передавалась и лента приводит этот сыпучий материал в движение сообщает ему энергию давай посмотрим какая-то энергия ну масса за единицу времени это q а эту массу надо умножить на в квадрат пополам получаю q в квадрате пополам эта энергия за единицу времени то это и есть мощность двигателя который здесь должен работать и тут в разговор вступает третий эксперт назову его гамма и говорит знаете ребята похоже что вы оба не правы потому что мой расчет дает другое значение а я считал так что такое мощность это сила умноженное на скорость но сила которую нужно прикладывать к ремню равна импульсу который мы сообщаем за единицу времени то есть массе за единицу времени поступаемой умножить на скорость и получается q в еще раз умножить на в и это будет q в квадрате в два раза больше чем q в квадрат пополам и вот спрашивается кто из этих троих прав но я сильное подозрение что все-таки это бета или гамма но нужно разобраться кто прав и в чем состоит ошибка одного из них поскольку результаты расходятся вы можете написать сейчас это под роликом а потом посмотреть на наше рассуждение и все-таки в этой истории прав третий эксперт гамма получивший результат q в квадрате в чем же тогда ошибся второй эксперт бета со своим результатом q в квадрат пополам ведь действительно именно такая кинетическая энергия приобретается песком за единицу времени а дело в том что бы это не учел того что столкновение песка с лентой транспортера является абсолютно не упругим и при таком ударе песок слипается с лентой и часть энергии переходит в тепло и чтобы это показать мне удобнее перейти но вот к аналогичной модели со столкновением двух шаров массивного шара который заменит собой транспортер и легкого шара очередной порции песка и так вот это тяжелое тело движется со скоростью в и изображает собой ленту конвейера а вот это легкое тело покоится и изображает собой очередную порцию песка но мне будет удобно часть рассуждений проделать системе отсчета ленты конвейера и тогда наоборот у меня конвейер покоится а на него налетает очередная порция песка со скоростью в после чего происходит абсолютно не упругое соударение и песок покоится относительно конвейера ну и вот у меня значит все это дело движется с небольшой скоростью в ту сторону и это скоростью определяется из закона сохранения импульса м малое в равняется м большое плюс м малое умножить на у ну и поскольку здесь масса много больше чем здесь то соответственно скоростью много меньше чем скорость в и ну и теперь надо разобраться с энергиями энергия малого тела до соударения это м в квадрат пополам а теперь мы найдем кинетическую энергию вот этого слипшегося тела ну надо взять суммарную массу и большой плюс и малые умножить на у квадрат поделить пополам но произведение вот этой суммарной массы на у мы можем поставить из закона сохранения импульса оно равно м в и у нас кинетическая энергия вот этого тела окажется равной и малые на вы на у пополам сравниваем с м в квадрат пополам поскольку у много меньше чем в то вот эта энергия много меньше чем вот это это означает что почти вся кинетическая энергия вот этого тела до соударения перешла в тепло что я здесь так изображу и вот эта порция тепла q она почти равна в эквиваленте м в квадрат пополам и лишь малая доля ушла в кинетическую энергию слипшегося тела а теперь мы снова вернемся в систему отсчета легкого тела то есть неподвижной порции песка на которую налетает тяжелое тело конвейер ну и после удара они движутся вместе и если до удара тяжелое тело двигалась со скоростью в то после удара скорость чуть-чуть уменьшилась но она незначительно отличается от вы соответственно энергия этой порции песка этого легкого тела она близко чуть меньше чем м в квадрат пополам а мы знаем что при этом у нас еще выделись тепло q которое тоже близко к м в квадрат пополам ну и чем больше отношение масс тяжелого тела и легкого тем точнее является вот это приближение если порция песка маленькая а налетающий конвейер массивный то можно считать что у нас при ударе во первых вот эта порция приобрела кинетическую энергию в квадрат пополам во вторых ну поскольку удар абсолютно не упругий еще и выделась тепло м в квадрат пополам ровно одинаковые величины ну а стало быть из трех наших экспертов действительно оказался правым третий эксперт который получил что мощность ну в тех единицах которые у нас были в задаче равняется q в квадрате без двойки в знаменатель с проблемой конвейера мы разобрались задачу решили и я хочу сказать что у нас на канале уже были такие ролики в которых при некотором взаимодействии терялась ровно половина энергии переходила каким-то образом в тепло и если вы вспомните об этих роликах и напишите об этом здесь внизу под этим роликом она будет здорово сейчас я поздравляю вас с наступающим новым годом и спасибо вам за внимание и Субтитры подогнал «Симон»